Посмотрите внимательно на фотографию этого человека. Это католический священник Алоис Худл. Запомните это имя. Именно он после войны организовал так называемые крысиные тропы. Целую сеть специальных маршрутов для побега нацистов в Южную Америку. Австриец по происхождению Алоис Худл был ярым сторонником Гитлера. Еще в 1937 он, уже будучи католическим священником, написал книгу под названием «Основы национал-социализма», где хвалил его политический курс. Сразу после войны Алоис Худл начал посещать лагеря для интернированных, где разыскивал нацистских преступников и через католические организации помощи беженцам оформлял им поддельные паспорта. Это шокирует, но делалось все это с разрешения Ватикана. Нам известны случаи, когда Ватикан, некоторые его высокопоставленные лица, помогали немцам и другим нацистам, которых они воспринимали как антикоммунистов, бежать из страны. Таким образом, если у вас была возможность раздобыть подложные документы и найти страну, готовую воспринять, гораздо безопаснее было покинуть Европу. Нацисты, получившие от Ватикана поддельные документы, обращались затем в Красный Крест. Там на основе поддельных документов выдавались уже настоящие паспорта, позволявшие выехать за границу. Они были не совсем поддельные, там было все очень сделано аккуратно, там были, в принципе, они были, конечно, фальшивые. Но они давались по распоряжению того же Худала, они выписывались, это были временные паспорта, которые выписывались как бы по его просьбе, а потом на основе их уже можно было получить международный паспорт беженца и так далее. Но и это не все. Оказывается, о Холокосте, плане полного истребления всех евреев, Красный Крест узнал одним из первых. Правда, почему-то предпочел не только не вмешиваться в эту историю, но и никому об этом не сообщать. Об этом не принято вспоминать, но нацизм, сама идея существования высшей расы и ее последовательного введения людей, словно породистых кроликов, родилась вовсе не в Германии. В середине 19 века о том, чтобы избавиться от нежелательных людей и оставить исключительно граждан высшего сорта, грезили английские философы и богачи, такие как писатель Герберт Уэллс, профессор Дарвин и многие другие. Еще до прихода нацистов к власти в Германии, Соединенные Штаты Америки уже вовсю занимались геноцидом собственного народа. В это трудно поверить, но в США, самой свободной и демократической стране мира, как ее любят называть сами американцы, к началу 20-х годов прошлого века, официально законы о принудительной стерилизации приняли 22 штата и к приходу к власти Гитлера уже успели стерилизовать более 100 тысяч человек. Неудивительно, что Гитлер в своей книге «Майн кампф» восхищается успехами американских врачей и берет с них пример. Анализ появления Гитлера, его политической деятельности, особенно его теоретические труды, они вызывают большие сомнения, что Гитлер – это тот Гитлер, который, так сказать, проявился. По всем данным, он вообще-то был ставленник англосаксов и крупного финансового капитала. Вот, и то, что книгу «Майн кампф» ему помогали писать. Возможно, именно поэтому уже весной 1945 года наши союзники Великобритании и США подготовили план новой войны, на этот раз с нацистами против СССР. То, что война проиграна, нам стало ясно в последней неделе. Нам было сказано, вы должны выдержать и держать фронт. Идут переговоры с западными союзниками о заключении сепаратного мира, чтобы потом соединенными силами идти против России. Здравый смысл отказывается принимать такую реальность. Как наши союзники по оружию, вместе с которыми русские солдаты противостояли нацистской угрозе, могли вести подобные переговоры с Гитлером? Казалось бы, этого просто не может быть. Однако это действительно так. Весной 1945-го англичане совместно с американцами разработали военную операцию под кодовым названием «Немыслимая». Уже 22 мая план новой войны был полностью готов. В этой войне против СССР должны были участвовать американские, британские и канадские силы, а также 10-12 нацистских дивизий. Эта операция предусматривала нанесение удара уже в июне 1945-го года, нанесение мощного удара по советским войскам, которые вошли в Европу. И для этого формировалась объединенная группировка британских и американских войск и плюс 10 дивизий германских, которые, ну, как бы, разоружены, но не распущены. Оружие складировалось и все. Операция «Немыслимая» не состоялась. По очень банальной причине. Летом, когда должна была начаться новая война против СССР, в Великобритании состоялись очередные выборы. И премьер-министр Уинстон Черчилль, главный идеолог этой войны, их проиграл. После чего в США начали разрабатывать собственный план крупномасштабной войны с СССР. Причем ядерный. Об этой операции под названием «Тоталити» долгое время историкам было ничего неизвестно. Однако недавно ЦРУ рассекретило документы, из которых стало понятно. Уже к декабрю 1945 года в США операция «Тоталити» была тщательно проработана и предусматривала ядерные удары по 20 крупнейшим советским городам. Москва, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Омск, Казань, Санкт-Петербург и другим. Получается, что наши союзники по оружию одной рукой нам помогали, а другой готовили план новой, более широкомасштабной войны против Советского Союза. Случись эта война, и до нас двинулись бы уже не моторизованные части вермахта, а новейшие американские и английские истребители с ядерными ракетами на борту. И называлась бы это, наверное, тоже гуманитарная миссия. Редактор субтитров А.Семкин